Китайские биржи восстанавливаются после очередного всплеска волатильности. Сегодня оба индекса вышли в плюс, хотя в первые дни нового года они почти не покидали красную зону. Более того, торги дважды останавливали из-за резкого падения рынка. В итоге суммарность у нас акций упала более чем на триллион долларов. И в дело вмешался финансовый регулятор страны о принятых мерах в продолжении выпуска. Крупным падением отметил первая торговая сессия года фондовый рынок Китая. Уже в понедельник ключевые индексы обвалились на 6-7%. Чтобы защитить инвесторов, торги приостановили до конца дня. Ситуация повторилась и в четверг. Всего через полчаса после открытия бирж на них вновь объявили технический перерыв. Этот механизм ввели в начале 2016-го. По замыслу регулятора он должен был срабатывать в случае резкого движения индекса SCI-300, отслеживающего бумаги 300 крупнейших компаний с двух торговых площадок. Если его значение меняется на 5%, следует технический перерыв на 15 минут. После движения на 7% торговля останавливается до следующего дня. Инвесторам такой поворот событий уверенности не прибавил. Я не ожидала, что установка торгов произойдет так быстро. Я хотела продать свои акции утром, но замешкалась и не смогла. Для частных инвесторов сильные взлеты и падения – это не очень хорошо. И все это демонстрирует недостаток опыта у регуляторов по разрешению таких ситуаций. В итоге уже в пятницу механизм автоматической остановки торгов решили отменить. В Госкомиссии по регулированию рынка ценных бумаг отметили, что он не стал главной причиной падения, но все же явно работал не так, как ожидалось. Инвесторы в случае приближения индекса к пороговому значению стремились зафиксировать убытки до остановки торгов и резко наращивали предложение, что только ускоряло падение. Брокеры полагают, что идеального рецепта для стабилизации китайского фондового рынка нет. Уж слишком он отличается от других мировых площадок. «Тот факт, что власти Китая отменили новые правила при остановке торгов, даст инвесторам больше самостоятельности в оценке собственных рисков. На других биржах региона и мира такие механизмы существуют. Но тут нужно понимать, что эти рынки более институциональны. На них меньше частных лиц, выше уровень образования инвесторов. К тому же они имеют куда больше возможностей для того, чтобы избежать высокой волатильности». Но одной лишь отменой механизма блокировки торгов действия регулятора не ограничились. Китайские власти объявили о продлении запрета на реализацию ценных бумаг крупными акционерами. «Инвесторы, доля акций, которых превышает 5%, обязаны сохранять позиции. В отдельных случаях им позволяют продать не более 1% акций в течение трех месяцев. Правда, заявки на операцию необходимо подавать за 15 рабочих дней». Уникальное для фондовых рынков правило ввели еще в июле, сроком на 6 месяцев. Но в условиях нынешней нестабильности решили сохранить его в силе. Китайские акционеры не в обиде. Многие по-прежнему полны оптимизма. «С прошлого года руководители нашей компании только покупают акции. Каких-то крупных распродаж не было в прошлом и не планируются в будущем. Так что для нас продление запрета не играет никакой роли». «Мы уверены в экономике страны, здоровье фондовых рынков и в успехе нашей компании. Поэтому продавать собственные акции на фоне такой волатильности было бы странно. Мы дали обещание этого не делать». Как бы то ни было, с понедельника по четверг биржи Шанхая и Шенчженя потеряли почти 7,5 триллионов юаней или больше триллиона долларов. Немалые потери понесли котировки 80% торгующихся на них акций. Удастся ли регулятору вывести фондовый рынок из пике, покажет ближайшее время. Однако перевести его в режим ручного контроля не получится при всем желании. Настроения инвестора будут зависеть от динамики курса юаня, объема экспорта и промышленного производства. Они СиСи ТВ